Наверное, больше отношения с мамой меньше. А там вроде нормально всё у вас? Да. Вы считаете, что нет? Как вашу маму зовут? Нина. Она здесь, да? А? В Тюмени. В Тюмени? У нее депрессия просто. Депрессия. Она... Как вы реагируете на её? Скажи, она. Посмотрите, вот у вас нет плохой кармы в отношениях с мамой. Но что есть? Есть то, что когда люди не живут правильно, и они истощены психически, ещё возраст, они становятся очень нервными, потому что нет сил. И вот это её ситуация. Она просто истощена, и ей нет сил как бы вас любить. Она злится просто при контакте с вами. Потому что когда ты привязан к человеку, не можешь любить, начинаешь злиться. Такой вариант, так сказать, поведения. Как реагировать? Нужно стараться немножко подальше, ну как бы отношения встроить подальше, потому что она не тянет отношения, близких отношений, не тянет она. Понимаете? Нету ни силы на это. Нужно молиться за неё, желать ей счастья. Она всё-таки вложила силу в вашу жизнь в своё время. А сейчас она уже не может вкладывать, у неё нет сил. Она неправильно живёт, и она не понимает этого сама. Уже, может быть, и не может понять. На это тоже нет сил. Нужно молиться за неё. Получается, все силы, которые есть у меня, это вы видите? Это неправильно тоже. Вот смотрите, как устроено наше сознание. Опустите ручку и слушайте. Как устроено наше сознание. Мы, смотрите, мы вот видим близкому человеку плохо, да? И начинаем ему о нём думать, желать ему счастья, давать ему силу. В результате у нас тоже нет сил, и возникает какой-то стопор. Вообще непонятно, что делать. Если я о ней думаю, то тогда у меня нет сил жить. Если я о ней не думаю, то тогда я её предаю. Это означает неправильное мышление, отсутствие знаний. Человек не является помогателем. Он может быть только проводником. Вот, допустим, если я думаю о Боге, славлю Его, то в это время в меня заходит сила дополнительная. Но чтобы её отдать маме, достаточно сказать в сердце, всё, что я делаю, пускай это пойдёт маме. Ну, если ты считаешь, что что-то надо подарить мне за это, пускай это пойдёт маме. Ну, то есть ты молишься Богу, получаешь любовь к Богу, а через тебя идёт ручеёк к маме. Ну, то есть человек становится рекой, он из озера превращается в реку. Если я, допустим, думаю, ой, как маме тяжело, мама, будь счастлива, допустим, начинаю сам ей помогать. У меня сразу, оп, и ничего не осталось там внутри. Я боюсь даже подумать в этом направлении. Но если я думаю о Боге, то и не думаю о маме, тогда возникает вопрос, может быть, я эгоист, что я думаю только о Боге и не думаю о маме. Вот это неправильное мышление. Человек думает о Боге, славит Его и в сердце своём. Это всё для мам. Вот это правильное мышление. И если ты чувствуешь, что у тебя начал думать о родственниках, они стянут с тебя силы, тебе плохо от них становится, значит, им нужна помощь. В этом случае нужно начать немедленно думать о Боге. И если тебе плохо здоровьем становится, иди на природу тогда. И тоже через тебя природа на них начнёт действовать. Если родственникам нужны силы здоровья, они забирают твоё здоровье. Но если ты идёшь на природу, то тогда ничего у тебя не заберут, потому что ты становишься рекой, через которую течёт энергия. Ты перестаёшь быть озером. Пока человек живёт для себя, он всегда озеро. Когда он начинает контактировать с природой, с добрыми людьми, в храм ходит, он как река. Но самое главное, не надо думать о близких людях, вот так сидеть и думать о них. Всегда контакт с близкими людьми должен происходить через молитву. Ты, допустим, бежишь, радуешься природе, можно сказать, это для здоровья мамы. И это пойдёт маме. Ты, допустим, идёшь с добрыми друзьями, общаешься, чувствуешь счастье. Это для мамы. Идёт связь. Но если ты сам сидишь, тебе плохо, потому что ты думаешь о маме. Это неправильное мышление. Как в самолёте говорят, надо сначала себе маску одеть, а потом ребёнку, иначе ребёнку некому будет одевать маску. Ну, то есть человек не должен своё отдавать близким, потому что тогда ему не будет возможности, не будет силы жить.